друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antilife.com.ua меня зовут александр перед вами новый защищенный смартфон под названием jaguar v12 еще одно название у него есть lamborghini v12 и даже еще какое-то третье уже не помню очень интересный смартфон в первую очередь интересен он своим дизайном потому что это такой наверное самый наиболее стильный смартфон из защищенных моделей которые я держал в руках начинается все с того что вы получаете вот такую вот крутую действительно коробку тут куча всяких различных надписей и давайте сразу же смотреть что в комплекте в комплекте собственно сам телефон инструкции в этом конверте есть вот такие вот оригинальные наушники в оригинальной коробке с оригинальным названием lamborghini они такой формы как вот у айфонов есть зарядка есть отвертка и есть вот такой вот кабель с вот таким вот длинным штекером заказали мы на тест два смартфона всего лишь посмотреть что это такое приехала к нам два смартфона один приехал смартфон вот с такой вот задней крышкой вот с такой второй смартфон приехал вот с такой вот задней крышкой lamborghini других отличий у них никаких нет внутри все то же самое начинка тоже корпуса все те же в общем буду вам рассказывать что же это за смартфон во первых этот смартфон имеет большой дисплей 4 5 дюймов дисплей здесь производитель разместил hd разрешение то есть дисплей действительно крутое касательно корпуса что мы видим спереди и так 4 5 дюймовый дисплей 3 сенсорных кнопки которые подсвечиваются легонько так фронтальная камера на 2 мегапикселя разговорный динамик датчик приближения точки освещения и индикатор пропущенных звонков действий событий обращаю ваше внимание на то что экран у нас несколько на миллиметр наверное утоплен под корпус то есть если плашмя этот смартфон упадет то до экрана он даже не дотронется потому что вокруг выступает корпус с этой грани у нас есть прорезиненная вставка и две кнопочки вверх вниз звук кнопки очень тугие с непривычки блин действительно очень сложно их нажимать с этой грани у нас тоже вы не обращайте внимание что так вот у меня крышка нам не открыто потому что и очень долго потом открывать все очень плотненько закрывается здесь тоже прорезиненные вставки кнопка включения выключения то же самое очень тугая сверху у нас разъем для наушников он длинный и сторонними наушниками просто-напросто не попользуешься я проверял наушники из комплектации они с очень длинным штекерами только на них можно пользоваться этим смартфоном считаю что это недостаток этой модели потому что пользоваться в этом отношении будет неудобно то же самое касается и снизу здесь разъем для зарядки как я вам уже показывал зарядка должна быть вот такой чтобы можно было заряжать смартфон то есть обычной сторонней зарядкой у вас ничего не получится это тоже я считаю однозначно минус была у меня уже в руках модель такая hammer h5 который имел такие же особенности то есть производитель нас заставлял пользоваться своими родными аксессуарами это плохо я считаю сзади у нас вот такая вот крышка крышка крепится на четырех болтах здесь металлическая вставка есть 8 мегапиксельная камера довольно таки хорошая мощная вспышка внешний динамик видно здесь ip68 защита внутри смартфон имеет две стандартных sim карты больших слот под карточку micro sd и аккумулятор у нас здесь на две с половиной тысячи миллиампер часов как себя ведет аккумулятор в принципе мне понравилось но об этом чуть позже а пока я вам хочу показать как выглядит смартфон когда он полностью закрыт то есть здесь ничего нигде не выпирает все очень очень плотно тем самым обеспечивается у нас защита ip68 ведь это защита у нас от воды проникновения и от пыли от воды защита насколько я понимаю обеспечивается вот эти вот прорезиненная вставочка которая прижимается крышкой очень плотно и вода у нас не попадает не в аккумулятор не в симки никуда из нужных разъемов здесь у нас все тоже защищено то есть воду этот смартфон выдерживает касательно корпуса еще пару моментов я прочитал в интернете а потом и обратил на это сам внимание что действительно у нас экран располагается ниже чем само стекло и экран у нас защищен наверное 2 или 1 миллиметровым стеклом защиты gorilla glass 2 то есть смартфон действительно ударопрочен вода не проницаем и пыли не проницаем вот такая вот модель внешне давайте рассмотрим его технические характеристики зайдем в программку antutu и посмотрим что этот модель может во первых набирает на 16 17 тысяч баллов это нормально для того процессора который здесь установлен 42 android а установлен здесь процессор mtk 6589 с частотой каждого ядра по 1 и 5 гигагерц гиг оперативки 8 встроенных обращаю сразу же ваше внимание на то что у меня стоит 16 гиговая карточка прошивка сделана таким образом что на карточку смартфон сам все скидывает сразу же то есть прошивка сделано удобно 8 мегапиксельная основная камера разрешение экрана hd ну и стандартный графический ускоритель для этого процессора power rsgx 544 mp есть в этом смартфоне куча самых разнообразных датчиков об этом сейчас я вам все расскажу покажу мультитач здесь пятиточечный по поводу датчиков здесь есть компас есть датчик приближения датчик освещения есть хорошо работающий gps wi-fi bluetooth гироскоп акселерометр вспышка то есть все более чем хорошо скажу сразу же что я не проверил от и гайкабель потому что ну например у меня в руках такого длинного штекера с от и гайкабелем просто-напросто не это то о чем я говорил что это однозначно будет минус наушники сторонние я тоже проверить не смог потому что нужны только заводские это тоже минус прошивка здесь стандартная точнее это стандартный android он стилизирован с интерфейсом со своим с вас со своим таким своеобразным а так внутри это полноценный русский язык это 421 android это возможность выбора русского украинского английского языков русский набор текста то есть клавиатура все хорошо каких-либо проблем проблем со связью проблем с вайфаем проблем с зависанием я в этих смартфонах не заметил касательно звука звук внешнего динамика не могу сказать что он такой же громкий как например в том же land rover a9 но как по мне он довольно таки чистенький и даже как мне показалось что ли с басами то ли ну вот неплохой звук кнопки очень тугие касательно звука во время разговора то есть динамик микрофон очень понравилось чистый громкий такой насыщенный хороший качественный звук в наушниках тоже довольно таки неплохой вариант звучания ран здесь конечно же самый лучший среди всех тех экранов которые держал защищенных смартфонах здесь hd матрица углы обзора давайте продемонстрирую вам углы обзора также довольно таки неплохие давайте сделаю яркость послабее чтобы было видно в общем по диагоналям по с разных сторон дан смартфона действительно смотрится очень неплохо по производительности здесь mtk 6589 гиг оперативки и hd экран это свидетельствует о том что производительность например для игр в этом смартфоне будет несколько недостаток я продемонстрирую вам асфальт 8 пока он будет загружаться скажу что например в лэндровере а девятом там где стоит mtk 6582 и графический ускоритель другой мали 400 там все игры запускаются без проблем но сейчас лэндровер а 9 имеет кран ну в два раза хуже чем вот эта модель которую я держу в руках для того чтобы поиграть например в асфальт 8 нужно действительно снижать настройки графики и тогда можно будет играть то же самое касается и дэв триггера 2 и всех остальных игрушек это не игровой смартфон действительно это так и есть теперь касательно тестов которые я делал в этом смартфоне значит начнем с того что в смартфоне ягуар в 12 хорошо работает gps он ловит нормально спутники спутниковая навигация здесь без интернета без сим-карт но первый старт у меня был за 53 секунды также я тестировал аккумулятор как всегда монах смотрите какие у меня результаты получились результат получился у меня следующий в режиме antutu тестера смартфон у меня набрал 5692 балла ну я вам хочу сказать что это довольно таки неплохой результат в принципе это стандартный такой результат для аккумулятора две с половиной тысячи в принципе по аккумулятору я доволен сейчас продемонстрирую вам еще результат во время игры и покажу вам диаграмму разряда аккумулятора она несколько интересна и с особенностью значит давайте будем смотреть вот на этом смартфоне я проделывал этот момент значит результат у меня был следующий в режиме и при цитадель более чем 3 часа 40 минут 3 часа 46 минут у меня показал и обращаю ваше внимание что на процентах который равен 14 смартфон очень долго держит отметку 14 и вы очень долго еще сможете ним пользоваться вот одна третья работа смартфона проводилась на процентах 14 и ниже это значит что если у вас разрядился смартфон до 14 процентов то можете смело еще пользоваться ним возможно даже сутки смотря в каком режиме пользуетесь то что мне понравилось в этом смартфоне это камера камера четкая классная снимает делает снимки действительно классные мне все понравилось камера однозначно я доволен примеры видео и фото я вам выложу сделал фотографии и со вспышкой ну мне просто нравится четкость картинки детализация вот объектов как по мне для такого смартфона для защищенного смартфона это очень классный показатель вот в принципе и все то что я хотел рассказать про этот смартфон смартфон не дешевый цена в украине на сегодняшний день около четырех с половиной тысяч гривен что вы получаете за эти деньги вы получаете смартфон jaguar v12 либо lamborghini v12 смартфон по дизайну по моему мнению обходит любой другой вариант защищенных моделей land rover a 9 рядом не стоял этот смартфон тоненький относительно тоненький 15 миллиметров толщиной он большой у него нормальный аккумулятор отличная камера отличный экран из минусов которые я могу высказать в адрес этого смартфона это во первых мне не нравятся вот эти вот разъемы которые созданы для того чтобы пользоваться только оригинальными аксессуарами будет очень неудобно если вы разрядите свой смартфон он у вас сядет где-то в пути и у человека будет у товарища вашего стандартная зарядка которой вы просто напросто ничего не сможете сделать то же самое захотите послушать музыку захотите купить себе наушники ну будете вы выбирать наушники очень долго потому что штекер нужен действительно длинный также мне не нравится то что здесь mtk 6589 все таки этот процессор уже устарел графический ускоритель Mali 400 значительно лучше чем PowerVR sgx 544mp который стоит здесь если бы стоял mtk 6582 я считаю что даже на HD разрешение экрана можно было бы играть в современные игрушки без особых проблем в принципе все смартфон достоин внимания очень классный он по дизайну он очень тяжелый он приятно тяжелый получали эту посылку в одной посылке было два же UG3C и в одной и в другой посылке было два этих телефона посылка с этими ягуарами была в два раза тяжелее маленькая посылочка телефоны занимают немного места коробки тоненькие очень тяжелая 158 грамм весит сама модель смартфона в принципе все советую вам не обращать внимание на то что здесь бывает Lamborghini либо вот какой-то Ginzu который удар опрочен воду не проницаем смартфоны одинаковы никакой разницы в них нет вот такая вот модель получилась я обещал вам делать обзоры на защищенные смартфоны на новые и я слово свое держу на этом все спасибо за внимание ставим лайк и подписываемся на наш канал подписываемся группу ну и покупаем у нас ягуары V12 всего доброго